Музыка Братья и сестры, мир вам! Я когда собирался к вам, готовился к этим встречам с вами, я попросил у Господа слов, попросил у Него проповеди, попросил у Него слова, которые я вам скажу. Я вас не знал, я не знал, где находится церковь. И иногда получаешь слова и думаешь, ну а почему это, Господь? Ну почему вот эти слова? Некоторые из вас, может быть, думают, Его научили, Его заставили так говорить, или Его попросили. Хочу вам сказать, что в этом нет никакой правды, потому что мне Господь открыл эти слова, а раз открыл, я буду их говорить. И не играет роли с кем и где, я говорю. Я хочу, чтобы были сказаны слова Господа нашего. На сегодняшнее утро Господь мне дал третью проповедь в цикле проповедей, подаренных мне. Мы с вами говорили на первом собрании, это неделю назад, говорили о жизни в Духе Святом, о принципах, базовых принципах жизни в Духе Святом. Мы в среду говорили с вами о церкви, которая посвятила себя обществу и живет в мире для того, чтобы показать миру свет и быть солью земли. И сегодня меня Бог положил на сердце тему, с которой я вначале ничего не мог начать, а потом, когда заметил, какая у вас тут дискуссия, какие разговоры, о чем ведется речь, о новом молитвенном доме, о новом центре миссии, о новой библейской школе, ну, скажем, здании для библейской школы. Я вдруг понял, ну, действительно от Бога. Тема наша делиться недостаточно. И текст мы найдем в Луки, 9 глава, 10 по 17 стих. У меня на руках нет книги Библии, это не значит, что я буду читать во мне с Библии. Я, к сожалению, слепну, и Бог исцелил опухоль раковую, чудесно исцелил раковую опухоль в моем мозге, а вот глаза, они еще не исправились. И мы все молимся и просим у Господозрения, поэтому у меня большие буквы тут в компьютере, но это текст синодального перевода. Читаем этот текст, здесь написано. «Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидаю. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и, требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, двенадцать говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте. Но он сказал им, вы дайте им есть. Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб, разве нам пойти и купить пищи для всех-сих людей? Ибо их было около пяти тысяч, я перевожу сейчас греческий текст, мужчин, женщин не считали. Ну, по всей вероятности, было еще раз пять тысяч женщин, и, наверное, было много, множество детей, ну, скажем, пять тысяч человек. Но он сказал ученикам своим, рассадите их по рядам по пятидесяти, и сделали так, и рассадили всех. Он, взяв пять хлебов и две рыбы, и, возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшиеся у них кусков набрано было двенадцать коробов. В один короб вмещалось шестьсот килограмм. А их было двенадцать. Вот она наша, наш текст. История типичная для Христа. Христос творит чудо, творит великое чудо. И ситуация очень простая. Ученики работали, они были на миссионерском поприще, они трудились, они изгоняли демонов, они устали от миссии, вернулись обратно отдыхать, и Господь с ними отправился на место пустое, там, где никто мешать не будет, если только народу не было. Вот проблема всегда заключается в том, что от людей не убежишь. И уехали на пустое место, а на пустом месте оказалось пять тысяч человек, и им нужно проповедовать, и за них надо молиться, и больных надо исцелять, и весь целый день Христос говорит, и учит, и учит, и учит, и учит, а уставшие ученики не только устали, им просто-напросто, говоря по-украински, обрайдло. Потому что то, что они сейчас говорят Христу, вроде выглядит как забота, но эта озабоченность, она в принципе озабоченность о себе самом. Ну, дорогой Иисус, ты же видишь, устали люди, ну пошли их отсюда, это пустое место, здесь они даже пищи не купят, они ведь голодные, делают вид озабоченных. И все знают. Посмотрите на карту, там, где это было, вот возьмете карту Израиля, карту Палестины, и там, где это происходило, до следующего селения, этим людям нужно было пешком пройти километров двадцать. Потом пять тысяч человек пойдут в следующую деревню, городов там рядом не было. И все пять тысяч купят поесть, да? Это явно попытка отделаться от народа. Причем словами очень красивыми. Ну, отпусти народ, пусть найдут себе что-нибудь поесть, но где искать-то? Там нет ничего искать. Христос прекрасно знает, что отпустить народ вот просто так, этот вариант не пройдет. Потому что не найдут себе люди пищи. Останутся они голодными. Придется найти где-нибудь лодку, переехать на другой берег, берег Генеселецкого озера. Знаете, это все очень много, работы, труда, а вечер-то уже наступил, и кто им ночью даст поесть? Все это, вроде, звучит очень правильно и абсолютно неверно. Попытка отделаться от людей. Мы, люди, не любим, когда масса вокруг нас и все зарятся на наши деньги. Мы их не любим. Я начинаю потихоньку понимать некоторых из вас. Мы были на море вчера, мой сын и я. Я никогда в жизни такого паломничества черного населения не видел, как там. Часов в три, в четыре вдруг появилось столько людей, и все они, как на той променаде, туда-сюда, группами. Ну, демонстрация. Мне сначала показалось опасное что-то, потому что полиция появилась, и полиция ездит тоже туда-сюда. Идут они. Один одет, как петух какой-то, которого отпустили, не знаю откуда. Другой еще выглядит, никто его знает как. И вот все променируют и показывают свое. Не знаю, что они показывают. Тело то показывает, то себя как-то выставляют. Но одним словом, демонстрация какая-то. А потом мне сказали, что у нас всегда так. Интересно. Когда людям делать нечего. Это что, в субботу им больше делать нечего. И все побежали на берег моря и устроили демонстрацию своих последних штанов, закупленных в Волмарке. Я не знаю. И я смотрю им в глаза, этим людям. И сын мне говорит, папа, они голодные. Папа, посмотри на них. Это люди, не имеющие смысла жизни. Понимаете, очень просто их списать и сказать, ну, пусть идут. Они же черные, они же не русские. А зачем они нам нужны? А вдруг что, придут и захотят пожениться на наших дочерях? А потом появятся пятнистые дети? Как это? Нам не нужно такого. Нам не нужно такого. Множество людей в этом городе у вас, в этой местности, в Америке, которые приехали с каких-то стран сюда, голодные, духовно разбитые, разваленные, голодные люди. И мы всегда находим, как вот 12 учеников нашло, какие-то очень хорошие извинения за то, что мы их оставляем на самих себя. Ну, пусть сами поищут, зная, что ничего не найдут. Когда в стране кругом духовный распад, когда единственная забота осталась Обамакер, тогда что? Церковь призвана служить народу, церкви дано задание. 12 апостолов стоят, и Христос им говорит. Я могу себе представить, они сначала не поняли, что Он сказал. Вы дайте им поесть. У них было пищи 5 хлебов. А хлеба тогда, это были лепешки. Лепешки. Такая лепешка хватало на одного. Одному хватало. Значит, 5 хлебов, 2 рыбки, это значит, хватало на более или менее на 12 учеников. И то, скажем, ну, такой ужин не наш, не украинский. Потому что, когда мы кушаем, то мы по-другому кушаем. Ну, и выглядим, конечно, по-другому после. У нас стол ломится от пищи. 12 таких лепешек, положи их на стол, и гости уйдут. Мы так не поступаем. В нашей культуре так не принято. У нас, если даешь, то даешь от сердца, даешь все. А у них было только 12 лепешек. Ну, понятно, что они подумали, ну, как так? Это сейчас на человека одна лепешка нам уже делится. Нам уже даже половины лепешки не достанется. Если еще Иисусу давать, значит, 13. А может быть, там еще было пару учеников. А потом был маленький мальчик рядом. Ему что-то надо было отдать. Ну, четверть лепешки получишь, и с полуголодным, так сказать, желудком пойдешь спать. Причем в пустыне. В пустом месте. Как тут раздать? Значит, получается, им делить то, что на одного, на пять тысяч. Это значит в тысячу раз верить в то, что в тысячу кратно приумножится то, что мы имеем. В тысячу кратно. Это не стократно. Это не десятикратно. Ну, Христос знал, что ученики такие люди, как и мы с вами, и поэтому, говорит, рассадите их по 50. Да? У вас бы стопроцентно ваш администратор библейской школы это так сделал. Он бы всех рассадил, причем с такой уверенностью, как я благодарен за вашего администратора. Вот организованный парень. Да? Рассадите по 50. Уже получается не на тысячу раз умножать, а каждому пойти к группе на 50. Значит, десятину только дать. К сожалению, там много таких групп в 50. Там получается групп в 50 на каждого ученика целый ряд. Ну, вроде как-то легче первые 50 обслужить. А как их обслужить? Христос, когда поломал эти хлеба, они же не упреумножились? Хлеба не упреумножились? Он только поломал эти хлеба, благословил и отдал своим ученикам. Как было пять, так и осталось пять. Только переломанные теперь. Чудо произошло в руках учениках. Чудо произошло в руках учениках. Вы знаете, с чего начинается это чудо? Чудо начинается с того, что ученики, не понимая, что происходит, никогда в жизни пережив ничего подобного, еще никогда в их руках не размножался хлеб, никогда в руках не размножалась рыба. Они никогда такого не видели. Христос им никогда не показывал ничего подобного. Но впервые в истории человечества человек идет с кусочком хлеба, направился на 500 человек, и эти 500 человек накормят этим кусочком. Вот это самое великое чудо. Ученики решились на такой шаг. Они не устроили дискуссию. Они не американцы, которые все дискутируют. Это же надо подумать, братья. Это же продумать головой надо. Давайте братский совет соберем. Давайте обсудим. Это же не умно. Это же не делается так. Это как? У нас есть денег на миллион, и братья решили купить здание на 10 миллионов. Так мы с миллионом не справимся. Они на 10 миллионов выехали. Это как? Это подумай. Так же не делается. Никакой человек мыслящий такого не сделает. Никакой бизнесмен себя так не поведет. Давайте обсудим. Давайте поговорим. Давайте помолимся. И молимся только с одной целью, чтобы все стало нормальным. Контролируемым. Вы знаете, в чем заключается суть чуда? Кто ожидает чуда, тот потерял контроль. Чудо нами не творится. Если вы ожидаете чудес, у вас все бесконтрольно. Вы не можете контролировать ситуации. Петр был таким контролером, ох, он был контролером. Он даже Христа пытался контролировать. Да не будет так. Петя, он был таким контролером, и Христу пришлось ему сказать, слушай, твой контрольный дух в тебе, вот этот полицейский в тебе, да, это от дьявола. Отойди от меня, сатана. Отойди от меня, сатана. И вот я представлю себе Петра. На момент я его себе представлю. Христос передает Петру после молитвы от кусочек хлеба. Но вы помните Петра? Помните, что он сделал? Он даже был не способен признаться в том, что Мессия – его Мессия. Он его продал. Петр был такой, как мы. Мне иногда кажется, Петр был, ну, настоящим хохлом. Евреем он был, да. Ну, или немцем. Ну, уж не намного лучше нас. Это был Петя. Петя, Петенька. И Петя получает кусочек хлеба. И Петру сказано, пойди и накорми вот следующие 50. Не знаю, куда он пошел. Наверное, пошел, решил, пойду на моих рыбаков. Они люди грубые, они смеются, они меня анекдотами накроют. Все будут смеяться, я раздам этот хлебушек, и на этом конец. А может быть, что-то Господь себе другое придумал. Ну, может, что-нибудь будет. Ну, я своему Господу доверился и пошел. И вот он пошел. Ну, представьте себе, у вас маленький кусочек хлеба. Вам сейчас раздать так, чтобы всем хватило. И чтобы все наелись. Ну, как это сделать? Оттуда католики придумали свою гостью. У них там хлебопроломление, все дают вот такую маленькую гостью. Я думаю, оттуда они это придумали. Оттуда и взяли. И вот Петр дает первому маленький кусочек, в надежде, что для последнего что-нибудь останется. Вот он дает ему, потом он второму немножко дал, потом третьему. Не знаю, когда он заметил, но он, наверное, заметил, в один момент он заметил, что его хлеб не уменьшается. И он повернулся, побежал к первому, дал первому побольше, потом второму побольше. Смотрит, не уменьшается. Да, Господи, что это такое? Он поворачивается, побежал к первому, еще больше, еще больше. И начал раздавать кусками хлеб. И пошел от первых пятидесяти к следующим. Я не знаю, когда это произошло, но я был на этом месте, где Христос кормил эти пять тысяч. Они, по всей вероятности, стояли в таком предгорье. И я вижу всю эту массу людей, всех пять тысяч человек, как они поворачиваются. И стоит Иисус с поднятыми глазами и благословляет происходящее чудо. Я не могу себе представить, что там кто-либо произнес больше одного слова. В их рядах происходило явное чудо. Явное чудо. Но вы скажете, Христос, это было давно. Христос, это было давно. Но у нас-то как? У нас как? Я никогда не забуду ситуации. Мы проводим ночные бдения, молимся всю ночь за миссию и так далее. И у нас в течение ночного бдения всегда назначено хлебопреломление. В течение ночи мы ломаем хлеб, раздаем чашу, молимся и благословляем нашу церковь, благословляем нашу миссию. И в течение ночи это происходит. И вот обычно у нас такая же лепешка, вот израильская. Мы даже заказываем их в Иерусалиме. И на этот раз у нас на ночное бдение, ну, зарегистрировалось человек 20-30. Значит, на 20-30 были и лепешки. Как всегда, хорошие диакона, хорошо подготовились, да, и чаша, и хлеб, всем хватит, все хорошо. Но пришло 300. И вот мы стоим, а у нас ночь. Где мы возьмем хлеб? Брат Айин говорит, да можешь домой поехать? Я говорю, никто домой не поедет, мы это дело оставим Господу. Благословили мы то, что было. А у нас такая традиция, несколько другая, чем в основных церквях. Мы как делаем? Мы сначала раздаем хлеба, а потом то, что остается впереди. Люди выходят, берут себе кусочек хлеба, подходят к человеку, с которым они хотели бы особенно помолиться и поделиться. И благословляют друг друга. И вот еще раз поделят оставшиеся. И все крошки, до последней крохи мы все съедаем вместе. Вот. И обычно он остается много, потому что мы много имеем, есть поэтому и много чего раздать. И люди благословляют друг друга, и все хорошо. На этот раз явно было 300 человек, придется уже очень маленькие кусочки раздавать. Вот. А наши декана раздали побольше кусочки. Я вижу, дают такие куски, мне аж сердце начало болеть. Ну, насколько-то хватит. А потом понесли остатки наперед. И у меня перед моим столом стояло хлеба больше, чем я раздавал. Произошло чудо. Вы бы были на этом хлебопреломлении. Вы знаете, что-то происходит. Тебе кажется, что у тебя мурашки по спине пошли. Ведь произошло чудо. Произошло чудо размножения хлеба. Мы никто его не размножал. Ни у кого не было с собой где-то спрятанное. Бог сам это сотворил. Сотворил среди нас. И знаете, как будто с неба упал луч света. Произошло чудо. Великое чудо. Но это в отношении хлеба. Мы это пережили так. А вы сейчас в церкви, вы стоите перед важными решениями. Вам нужно увидеть размножение ваших денег. Я вам приведу два примера. Один пример с Германией. Несколько лет назад приглашают меня маленькая церковь. В Берлине на евангелизацию. Сказали, что у нас маленькая община. Оказалось, она действительно маленькая. У ней только 12-13 человек. И самому младшему уже за 70. Ну, решили евангелизировать. Провели мы эту евангелизацию. И Господь благословил. В течение этой недели покаялась человек 20. И все молодые. И причем все с улицы. У одного такие волосы. У другого такая борода. Разговаривают на языке улицы. И мои старушки и старики не знают, что с ними делать. Я бы тоже не знал, честно говоря. Прибавилось к церкви 20 человек. Их же надо воспитывать. А как? Понятий ноль. Я очень... Сердце у меня болело за этих людей. Я говорю, ну Господь, ну почему ты им доверил такое? Ну, доверил бы им немцев. А причем покаялись там всякие. Турки всякие. Один черней другого. А наши все красивые, беленькие, старенькие. Даже волосы все беленькие. Как им работать с этими людьми? Я говорю, Господь, ну что же ты сделал? А он, знаете, наш Господь любит с нами разговаривать, когда мы с ним его понимаем. И вот любит с нами разговаривать по-отцовски. И как будто положил он мне руку на свое плечо и говорит, Ванюша, а что ты беспокоишься? Я знаю, что я делаю. Я уехал. Приезжаю через год в Берлин. Они мне больше не писали. И мне было стыдно им писать. Я не знал, что напишу, а потом скажут, что вся молодежь ушла. Аж стыдно как-то и в английскую такое писать. Одним словом, я им ничего не писал. Они мне ничего не писали. Я приехал в Берлин на большую конференцию. Собралось тысячи людей. Я проповедую. И после проповеди подбегает ко мне руководитель этой общины. Ему же было семь с лишним, семь с шесть что ли, что-то в этом роде. Подбегает ко мне. Глаза горят. Он помолодел, оказалось мне, в глазах. Говорит, слушай, брат, ты знаешь, мы открываем наш молитвенный дом. Вот в воскресенье. Новый молитвенный дом в Берлине. У нас в Берлине один квадратный метр земли стоит 10 тысяч евро. Ну, это 15 тысяч долларов. Один квадратный метр земли. Они открывают в Берлине молитвенный дом. Я посмотрел на него, думаю, неужели это правда? А он стоит и кажется, что или исполнен Духом Святым человек, или у него поехала голова. Это такой весь взбудораженный. И я говорю, а где вы открываете молитвенный дом? Назвал мне адрес? Ты, говорит, приезжай, а? Ну, я поехал. Поехал. И вот, вы знаете, у нас там есть такая большая площадь царя Вильгельма II. И вот я поднимаюсь на эту площадь, опускаюсь вниз, и вдруг вижу большующее, высокое здание. А на этом здании, ну, своего рода отпечатки ног, и эти отпечатки ног устроили такой, своего рода, крест. В общем, символический крест. На все здание, пятиэтажное здание, и на это здание вот такой большущий крест. И крест горит. И первая мысль у меня, наверное, опять какая-то американская харизматическая секта приехала сюда, и здесь купили большое здание, и все на ура, и все по-американски, и через два года они исчезнут. Как обычно. Я подъезжаю к этому дому, подъезжаю к этому месту, и вдруг старикашка этот, брат, выскакивает и говорит, останавливайся, вот тут мы и есть. Я остановил машину, запарковал машину, вышел, и вы знаете, у меня сердце, просто сердце чуть ли не верующего, глаза не хотят верить в то, что я вижу. Я говорю, что это ваше здание? Да. Ой, брат, да у нас такие перемены, у нас сейчас уже более ста членов. Я говорю, а что произошло? И рассказывает, когда ты уехал, мы сели, и мы решили поговорить, как же теперь дальше? Что нам делать с этими волосатыми турками и всякими чурками? Что мы с нами, с ними делать? Они не вписываются в нашу среду, они не говорят на нашем языке, они не выглядят так, как выглядим мы. Мы все старые, они, наши дети давно ушли в мир, а теперь нам Господь вот таких специалистов понасылал. Что нам делать? И тогда говорит тетя Лиза, которая уже ушла вечности, ей было тогда 86, что-то в этом роде, говорит, братья и сестры, я вам скажу, что делать. Нам надо собрать все, что у нас есть. Все, что у нас есть. Продать. Потом у нас появятся какие-то деньги, я не знаю, какие, но посмотрим. Мы позвоним в наш центр, попросим, чтобы нам прислали сюда молодого пастыря. И пусть он тогда поможет нам воспитать этих людей. А может быть даже мы сможем купить молитвенный дом. Тетя Лиза говорит, ты знаешь, знаете, у меня есть дом, у меня не дом, а квартира, это четырехкомнатная квартира, я ее сдала в аренду, но мне 86, мне уже пора в небо, там Господь для меня приготовил другую квартиру. Я вот согласна положить на стол мою квартиру. Дети у меня, они все имеют, зачем им нужна моя квартира? И все. Первую квартиру положил на стол, сказал, продавайте мою квартиру. Потом говорит, дядь Сеня, он говорит, я после войны, я был власовец, да, после войны, участвовал в военных действиях, вот, ну, его наградили немцы за то, что делал то, что делал. И у него был свой домик, недалеко от Берлина. Он говорит, и вдруг дядя Сеня говорит, а что мне по-другому? У меня вообще детей нет. Я тоже, Господь, приготовил место в небе. Друзья, давайте я свой дом тоже продам. И все эти старики съехались в один дом, продали все, что имели, позвали пастыря. Оказалось, у них по продаже их домов и квартир, они даже не знали, что столько денег наберется. Пошли в банк, банк увидел, что они готовы сделать такое, и банк им оплатил пятиэтажное здание. И в это здание они поселили людей, молодых людей, и внизу пастыря, и он их всех евангелизирует. И церковь уже поднялась на более сто членов. Стоит брат, плачет от радости. А рядом проходит баба Луиза, ей было восемьдесят два. Она спекла кейк, спекла торт, и вот стоит, торт у нее на руке вот так трясется, смотрит на меня и говорит, Иван Иванович, ты знаешь, а это мы и Господь. Сколько нужно Богу, чтобы сотворить чудо? Вот сколько хлебов нужно было Иисусу Христу, чтобы накормить пять тысяч человек? Вы скажете пять, а я вам скажу нет. И ему просто-напросто нужны были все хлеба. И не играет роли, пять ли это, шесть ли это, десять ли это, двадцать ли это. И ему просто не хватает полной отдачи. Нигде Библия не учит нас, что мы получим силу Духа Святого, если мы решим просто-напросто поделиться. Ведь были такие люди, которые думали, что если я поделюсь своим, то тогда Господь меня особенно благословит. Помните Анонию и Зофиру? Они пришли, они продали свое имение, решили, ну, поделиться. А что, плохо, что ли? Ну, часть мы отдадим, а сделаем вид, что отдали все. У нас в церкви стоят люди, поднимают руки, говорят, Господи, я тебе все отдаю! Только на собрании. А после собрания считают свои гроши. То, что для мене. То, что для меня. Вот, десяти дать, и то больно. Как дашь? Столько денег, а на что? На что? Мне один брат говорит, брат, ну, как тебе дать деньги на миссию? В Россию. Ты же знаешь, что остались там только такие, как, которые ничего не хотят делать. Мы-то, бизнесмены, мы те, которые что-то хотели, мы все в Америку уехали. А там Шушера одна осталась. Ты что, хочешь эти деньги повезти туда? Да они их просто съедят, эти деньги. Там толку от этого нет. Ты приехал за моими деньгами, брат, ты за моими приехал? Я говорю, нет, не приехал за твоими. Я вообще не хочу даже и копейки твоих. Я хочу деньги Господа. А если ты не отдал жизнь свою Богу, тогда это твои. А если отдал, у тебя своих больше нет. Они все его. Я за его приехал. А ну, говорю, давай. Вы знаете, в чем разница? Разница заключается в том, что ученики должны были отдать все. У них на этот день ужина не будет. У них кончилось все. И тогда Бог творит все. В 1986 году моя жена и я получили призвание пойти в миссию. Мы поженились до этого. У нас еще детей не было. Мы закончили школы библейские. Я был пастырем один год. И несколько лет уже, извините, не один, а несколько лет пастырем церкви. Вот. И в этой церкви, где мы были, был год как пастырем. И Бог нас призвал на миссию. И Бог сказал, оставь вот эту полнооплачиванную работу пастыря и пойди полностью на миссию. И мы пошли. Пошли. У нас на счету было ровным счетом тысяча марок. Это тогда было 300 долларов. 300 долларов. Ну, 300 долларов уже деньги. А поддержки никакой. Мы решили верой пойти в миссию. Господь нам поможет. Потому что Советский Союз, наши страны в Советском Союзе нуждаются в богословском образовании. И Бог мне положил на сердце поехать и начать создавать библейские школы, семинарии и университеты. А для этого нужны были большие-большие деньги. Вот мы встали на колени, помолились, благословили Господа. Я жене говорю, у нас еще есть 300, ты не беспокойся, мы первые недели выжимем, а потом Господь покажет как. Ну, и сказали, и решились. На следующее утро проснулись, счастливые, мы идем верой. И стучит кто-то в дверь. Открывается дверь, заходит Джон, пакистанец. Мы только создали новую миссию на Пакистан, и в городе Карачи у нас покаялись люди, и нам нужно было там строить молитвенный дом. Приходит Джон, открывает дверь и говорит, Иоанн, слушай внимательно. Нам дают место строить молитвенный дом в Карачи. Получил письмо, срочно, нужные деньги, дали разрешение строить молитвенный дом. И знаешь, сколько это стоит будет? Я говорю, сколько? Ровным образом тысячу марок. И говорит, и мне Господь открыл, что у тебя они есть. Последние. Я ему эти деньги отдал. Мы купили место молитвенному дому. И на следующее утро моя молодая жена и я, мы вместе, склонив колени, не имели на завтрак просто-напросто ничего. Мы вышли на улицу. Я вышел на улицу просто-напросто встретить день и помолиться, потому что мне стало очень больно. Ведь я все-таки советского воспитания человек. Я же человек, обязанный кормить мою семью. У меня жена наверху, не имеет ничего поесть. Как я буду это все отвечать перед Богом? Я спустился вниз, слезы текли, думаю, как же так? Бог у меня забрал последнюю мою тысячу. Спустился вниз, внизу большой-большой мешок с картошкой. И в нем письмо. Бог вас не оставит. И вот три дня у нас была картошка. Конечно, я инженер по образованию. Я мог всегда найти работу. Но Бог меня призвал на свое служение. И я решил спойти. Через три дня мы получили письмо из Коста-Рики. Я бы должен сказать, что у меня никогда не было никаких отношений с Коста-Рикой. У меня там не было ни друзей, ни знакомых, никого. У меня в Коста-Рике вообще контактов было ноль. Это Коста-Рика. У вас тут Коста-Рика. Недалеко. Пишло письмо. В этом письме ничего другого, только чек на тысячу долларов. В то время это было три тысячи марок. Я отдал три тысячи. И получил, я отдал тысячу, получил три тысячи. Три тысячи. Я стоял с этим человеком в руках и плакал. Плакал перед Богом. К концу этого первого года мы начали заниматься подготовкой библейских школ по Советскому Союзу. Открыли 22 центра. Нам нужны были книги туда. Нам нужны были уже к концу первого года больше миллиона долларов. И посыпались деньги Божии. Я не знаю, откуда. Люди, которые меня никогда не знали, начали звонить, говорить, Йоаннес, мы хотим поддержать вашу миссию. У вас есть миссия? Мы слышали, что вы ее открываете. Я говорю, да, есть. А сколько вы можете пожертвовать? Один мне звонит и говорит, я готов вам пожертвовать 300 тысяч. По жертву. Обещал, что к концу года он переведет мне 300 тысяч долларов. С Канады. Переведет 300 тысяч долларов. Я говорю, слава Богу, мы начнем наши проекты, мы подготовим наши проекты. И 300 тысяч долларов в конце года нам они нужны будут. Слава Богу, так мы и сделаем. Ты даешь. И в течение лета сгорела его фабрика. Сгорели все заводы. У него больше не осталось ничего. И он мне звонит и рассказывает с болью в голосе, «Юханес, ты знаешь, у меня все сгорело, все абсолютно сгорело». Я говорю, ну, я тебя освобождаю от твоего обещания. Он говорит, ты меня не можешь освободить. Обещал я это не тебе, а Богу. И он пошел в банк и снял в банке 300 тысяч и перевел их мне. Он не только потерял все, он еще и долгов набрал. Вы знаете, этот человек через три года был самым большим производителем мебели в Северной Америке. И он получил такие деньги, вы себе представить не можете, сколько у него было денег. Самый богатый здесь, бедный по сравнению с ним. Почему? Потому что он понял, ты никогда не сможешь дать Богу столько, чтобы он не смог бы то, что ты ему дашь превратить в тысячу раз больше. Понимаете, нам нужна вера в чудо. Нам нужны не бюджеты, а нам нужна вера в чудо. Вера в чудо – это решение положить все на его алтарь. Не только что-нибудь, а все. Несколько лет назад я был в одной из церквей Канады, в Виннипеге. Они тоже стояли перед тем же самым решением, как и вы. И вот такое же собрание, еще меньше людей, чем вас. И я говорю, друзья, вот возьмите, вот вы жертвовали, вы пожертвовали деньги. Не знаю, сколько вы положили туда, наверное, 10 долларов. Кто 50 положил, кто даже сотню положил. А может, кто и 500 положил. Я не знаю, сколько вы положили. Я не знаю. Я говорю, ну я знаю одно, не все. Это я стопроцентно знаю. И вот я прошу вас сейчас, помолитесь перед Богом. Скажите, Господу, какие мои рыбки? Где мои рыбки? Где мои хлеба? Я хочу поддержать дело Твое в этом городе. На строительство нового молитва. Я хочу поддержать это дело. И ты мне открой глаза. И запиши. Просто на бумажку запиши. Если хочешь, положи потом в ящик. Пожертвовать. На бумаге. Твое обещание перед Богом. Помолись и напиши. И мы ожидаем чуда. Мы ожидаем чуда. И все положили. И вы знаете, сколько мы собрали в этот день? 650 тысяч долларов. 650 тысяч долларов. И церковь построила молитвенный дом на миллионы. И сегодня вы приезжаете в Венепег. И спросите, а где у вас тут церковь, центр, в котором можно пережить Христа? А вас автоматически туда отвезут. Потому что там Бог. Понимаете, Бог там, где происходят чудеса. Бог есть Бог чудес. Бог это не кассир. Бог, он никогда не занимался. Мелочник. Он не мелочник. Он мелочью не занимается. Бог не кассир. Бог тот, который готов нам дать чудо. Свое чудо. Но для этого нужно держаться принципов. И какие у нас принципы в этом тексте? Тексты в этом тексте четкие принципы. Чему нам учиться из этого текста? Назовем эти принципы. Первый. Нам нужно прийти ко Христу. Нам нужно прийти ко Христу. Предстать перед Христом. И сказать, Христос. Мы готовы не просто отшить все эти народы от себя. Мы готовы взять на себя ответственность. То, о чем мы говорили с вами в среду. Мы готовы быть церковью, центром примирения в этом городе. Дашь ты нам черный, будем о черных беспокоиться. Дашь нам мексов, будем о мексах беспокоиться. Дашь нам наших русских, о русских будем беспокоиться. Мы твои люди. Мы не сами выбираем себе поприще. Мы твое поприще. Твою миссию готовы выбрать. Мы готовы. Придите ко Христу и последуйте за Ним. Это первый шаг. Второй шаг. Христос вам даст повеление. Он вам никогда не скажет, иди, корми своих. Я вообще в Библии такого не вижу. Я не вижу такого в Библии. Нигде в Библии нет какого-то национального христианства. У нас в 1056 году известный русский или древнерусский богослов был такой Никон, Иларион Никон. И вот Иларион написал трактат, книжку написал о благодати и о законе, о законе и благодати. А в то время вся русская церковь была доминирована греками. Греки руководили собраниями. Собрания проходили на греческом языке. Русскому народу не давали русских собраний проводить. Все было на греческом языке. И вот Никон пишет эту свою книжонку. Между прочим, мне так хочется ее когда-нибудь выпустить на нормальном русском языке. Это первый богословский труд славян. И в нем написано, у Бога все народы одинаковые. Бог любит все языки. И нашему русскому народу Бог дал русский язык, а не греческий. И на русском нужно проводить собрание. Никон или Иларион был епископом Киевской церкви. Греки его сняли с этого поста. Его попросили, потому что он хотел проповедовать народу на языке, на котором люди понимали Евангелие. Нет у народа, нет у Господа церкви национальной. Ее придумаем мы. Есть церковь глобальная. Церковь, которая собирается в небо, а в небе не говорят на украинском. Поверьте мне. Там и все с вами будем говорить на прекрасном небесном языке. И я не знаю, какой это будет. Я задаю вопросом, какой будет? Может, еврейский? Тогда мне повезло. Может, греческий? Тогда мне опять повезло. Но я не думаю, что еврейский или греческий. Я думаю, будет небесный. И мы все автоматически будем его понимать. И мы все с вами будем разговаривать на этом языке. И на этом языке не будет ни одного грубого слова. И на этом языке не будет ни одного мата. На этом языке не будет существовать какой-то грязи. Этот язык будет язык неба. И мы с вами будем разговаривать на этом языке. Мы в небо собираемся. Мы в небо пойдем. Там мы все. Тело Христова, церковь Его, невеста. Прекрасная невеста. Некоторые из нас, бывшие черными, станут небесными. А те, кто были белыми, станут тоже небесными. Там не будет белых и черных. Там будут одни небесные. А как они выглядят, я вот не знаю, честно говоря. Я нового тела нашего не знаю. Я его не видел. Я не видел. Я видел воскрешенных из мертвых. Я видел таких людей. И в нашем служении были случаи, где мы молились за умерших. И через три дня такой человек вставал и следовал за Господом. Оживал. Я видел таких людей. Ну, тела у них были такие же, как были раньше. Поэтому, ну, несколько поздоровее. Я видел исцеленных людей. Я все это видел. Но я не видел небесного. Я не видел небесного тела. Я знаю, что мы идем в небо. Вы, церковь Иисуса Христа, в Джаксонвилле, я вас влюбился. Я, братьям, говорил сегодня, я чувствую себя здесь, как рыба в воде. Как будто домой приехал. Да? Смотрю на Виталия Ивановича и думаю, под его руководством и я обработал. Да? Ну, Господь меня послал в другое место. Вы, возлюбленная Господом Иисуса Христа, церковь в Джаксонвилле, вам дано в Джаксонвилле строить Царство Небесное. Вы понимаете, что это значит? И вот Он вас призывает. Он знает, что у вас только пять рыбок. Пять хлебов, извините. И две рыбки. Наверное, действительно пять рыбок, поэтому я ошибся, сказал. Я смотрю на вашу рыбу, которую вы ставите на стол. Она другая, чем тогда было. У вас есть, что дать. Но нет того, чтобы дать всем. Вы не способны обслужить все эти народы, живущие в этом городе. У вас этой способности нет. Но у Бога она есть. И если Он вас призывает, значит, вам надо решиться. Значит, первый шаг – пойдите к Христу. Второй шаг – возьмите и поймите Его послание. Поймите, что нет такого великого послания, сконцентрировано только на славянах. Нет такого. Это обман. Это неправда. Вы посланы во весь мир, ко всем народам. И слава Богу, вы это поняли, потому что ваша библейская школа, она это делает. Я с Богданом разговаривал. Мы с ним беседовали о том, как послать людей во Вьетнам. Мы о Филиппинах говорили. Такие планы, я смотрю, но это маршальский такой подход у него. Весь мир. А вот перейти границу здесь у вас, в Джексон-Вилле, несколько сложнее. На Филиппинах мы можем, во Вьетнаме можем, а своих черных, которые гуляют по бичу, извините за выражение, не можем. Ну как это не можем? И их надо. Они же рядом. Там не нужно летать, не нужно выкидывать больших денег. Они рядом. Они все говорят по-английски, как говорите и вы, молодежь. Они все могли вас понимать. И вот в прошлую субботу надо было там евангелизировать, надо было пойти, надо было пойти заговорить с ними. Они не знают, что делать. Это выкинутые люди. Это обанкротившаяся культура. И вы призваны понять, у Бога призвание великое. И в-третьих, если Господь вас призвал, Он призвал нас на служение, тогда Он вас призывает, дайте мне ваши пять хлебов и две рыбы. Ну давайте мне все. Не делайте такой ошибки, которая была сделана Ананией и Зафирой. Они пытались только делиться. Они поделились. Они от своего, так сказать, многого дали мало. Ну думают, что много дали, и потому что другие ничего не дали. Извините, пожалуйста, если вы зарабатываете в месяц три тысячи долларов, а отдаете десятину, это триста, а бабушка получает триста в месяц и отдает тридцать, то бабушка дает больше, чем вы. Это вам понимать надо. Чем больше у тебя есть, тем больше ты имеешь, тем больше тебе давать. Я всегда говорю, тот, кто имеет много десятины давать, не имеет права. Ему надо давать двадцатину, тридцатину, сорокатину, пятидесятницу. Потому что сравнивать-то надо себя не потому, что в процентах, а потому, что есть. Дай свои пять рыб, положи свои пять хлебов, положи свои две рыбы на стол Христов. Дай Христу преломить это, положи их в руки Иисуса, дай Ему преломить их, и Он тебе их вернет, Он тебе их вернет в твои же руки. И тебе скажет, пойди и корми. И ты пойдешь, и построите вы центр. И этот центр станет первым славянским центром для всех народов на территории США. Вот это видение мне положил Бог на сердце, когда я ехал к вам. Я знаю, слова, может быть, очень завышенные. Может, вам сложно слушать меня. Я должен вам сказать, что ваши пять хлебов и две рыбы преумножатся в великий подарок Бога в тысячу раз больше. В тысячу раз больше. Ты бизнесмен? Ты умеешь считать? Знаешь, тысячу процентов? Что это такое? Да нет такого бизнеса, ни теневого, ни прямого. А у Бога Он есть, потому что Бог мыслит не в категориях нашего рынка, не в категориях капитализма, не в категориях наших обществ. Бог мыслит в категориях неба и чудо. У Бога чудо нормально. У нас оно исключение из правил. Так вот, давайте мы подадимся в его руки, передадим свои хлеба и свои рыбки, положим их в руки Христа и, вернув нам, пойдем к тем пятьдесят, которые Он положил перед нами. Не нужно сразу всех. Не нужно сразу всех народов. Не бегайте, пожалуйста, ко всем национальностям этого города. Найдите ваши следующие первые пятьдесят. Ну, вы уже нашли. Славян. Вы нашли. Я уже слышал, что некоторые даже по-полски, по-польски разговаривают. Наверное, уже нашли. У вас есть первые пятьдесят? А что следующие? А следующие? А следующие? Петр пошел к своим рыбакам. От рыбаков, наверное, Господь его послал к фарисеям. От фарисеев к саддукеям. И сидели они, а потом он оказался, может быть, даже у людей-язычников. И им передал хлеба, которые Господь доверил в его руки. Мы начали с нашей темы. Делиться недостаточно. Sharing is not enough. Sharing is not enough. Делиться недостаточно. Бог ищет нас не делящих, нас ищет Бог, который полностью, стопроцентно согласен следовать за Ним. Перед вами великое будущее, церковь Джексон-Вилли. Господь вас любит. Вы хотите идти его путем? Кто из вас желает чуда? Ага, многие не хотят. Просто не хотят. Потому что знают, что следующий вопрос будет, а кто готов положить все хлеба на стол? Уже знают, что так. Вроде и хочется чуда, и колется, а вот рука сама не поднимается. Потому что тогда вдруг пойдет следующий вопрос, и я стану перед вопросом, а может придется продать один из моих трех домов? А зачем тебе три? Ты что, в трех за раз живешь? Разделил голову в один, тело в другой, ноги в третий. Я знаю, ты зарабатываешь, может, таким путем свои деньги, ну и слава Богу, что так. Но тебе не хочется иметь тридцать домов? А почему только три? Ты останешься при трех, при четырех, при тридцати, ты никогда не увидишь чудес Божьих, если ты не согласишься, Господь. Скажешь, что один из трех твой, Адам. Сегодня Адам. Сегодня Адам. И осчастливлю не только пастыря, осчастливлю небо. Небо. И вот те, которые подняли руку вот так, наполовину, я видел, некоторые только наполовину подняли, боясь второй части. Я вас еще раз прошу, если вы хотите, чтобы Господь через вас, в вашу жизнь, положил свое чудо, решитесь полностью пойти его путем. Как те старики в Берлине. И вы слышали историю. И Бог их благословил. Чудо произошло. Никого из них больше в живых нет. А церковь стала большой. Большой. Они все в небе. И по всей вероятности радуются тому, что я их привожу в пример. Потому что Бог их благословил. И благословит и вас. Я хочу за вас помолиться. За тех помолиться, которые хотят чудес. Из-за тех помолиться, которые, ну, наполовину Анония, а другой, половина Сафиры, и третья половина, не знаю, как назвать. Хорошо, что Он никого больше не убивает из нас. Многие бы не выжили этого собрания. Потому что всегда половинчатые такие отдачи. Все, но только наполовину. У Бога так не бывает. Кто ищет чудес, тот иди весь. И когда ты пойдешь весь, тогда Бог тебе даст все свое. А Он богаче всех. У Него все небо в руках. Он имеет все золото. Он создавал все это. Он знает точно, как сделать. У Него благословение. И Он даст тебе благословение. И будет и у тебя то, что тебе нужно для того, чтобы поднять дело Божие на земле. Итак, если ты желаешь стать агентом чудо Божия в этой церкви, ты, может, уже есть. Но если ты желаешь подкрепить это дело и хочешь быть таким человеком, встань, пожалуйста, и я буду за тебя молиться. Если ты желаешь стать агентом чудо Божия в этом городе, встань, пожалуйста, я за тебя буду молиться. А теперь я прошу и тех встать, которые не желают. И мы помолимся.